Письмо 215. Третье апреля 74-го. Милая Мири! Время бежит, и не заметил, как настал апрель. Уже почти четыре недели, как не был дома, и в свете создавшейся ситуации видно, что пройдет еще несколько дней, пока настанет время двигаться на юг. Довольно поучительно здесь находиться. Оказывается, идет небольшая война с участием танков и артиллерии. Снарядом нет конца и непрерывное состояние боевой готовности. Дорон наконец уехал вчера, и теперь я один глотаю из-под гусениц пыль в этом чудном краю. Он и вправду чудный. Много воды, холмов и зелени. Жаль, что над всем этим летает так много снарядов. Ботинки снимаем на два часа в сутки и моемся под душем раз в две недели. Но не так страшен черт. Странная война, но все-таки война. Только что в нашем секторе упал снаряд. Сильный и продолжительный бум. И через минуту придется всех усадить в танки. А сейчас еще бум. Но, по правде говоря, сегодня относительно спокойный день, и даже есть время написать письмо. Но, факт, выводы комиссии Агроната, начальник генерального штаба, Помпиду, захват двух офицеров ООН, меньше чем за километр от района расположения моей роты и прочее, очень любопытно. Когда есть время, не забываем даже послушать последние известия. Но нет у меня сил особенно в это погружаться, а у тебя, наверное, нет желания читать о моих соображениях на этот счет. Хоп! Еще бум! Интересно, знают ли в стране, что за война началась здесь три недели назад? Странное дело. Больше всего я беспокоюсь о том, что в один прекрасный день снаряд опустится прямо на палатку, которая служит нам в столовой, в тот самый момент, когда мы все внутри. Так как бункеров, чтобы в них сидеть и смотреть телевизор, у нас нет, то сидим мы в танках. Этот последний бум грохнул совсем близко. Надо кончать и позаботиться о мальчиках. Напиши. Хорошо будет получить несколько слов из дому. Месяц, как мне, не было писем. По правде говоря, это первое письмо, которое я посылаю отсюда. Прилагаю номер полевой почты. Хотя я привык не получать писем, но приятно будет встретить ответную улыбку из большого города. До свидания. Твой Йони. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Кулакова Продолжение следует...